Доброе утро, ребята. У нас урок математики. Сегодня у нас математика четвертым уроком. Я думаю, вы не сильно устали, потому что вы третьи классики. У вас все хорошо. Начинаем урок математики. Так, начинай. Открыли тетрадки. Здравствуйте, мои хорошие. Сегодня записали число 18 сентября. Классная работа. Здравствуйте, мои хорошие. И тема нашего сегодняшнего урока, ребятки, деление и умножение в столбик. Приготовили тетрадки. Сегодня нам учебники нужны не будут. Убираем их в сторону, чтобы они нас не отвлекали. Открываем только тетрадь. И работаем. Приготовьте, пожалуйста, зеленую и синюю ручку. Так, сегодня мы с вами научимся делить и умножать двузначные числа на однозначные в столбик. И также познакомимся с действием деления на основе задач по делению. На деление по содержанию. Так, сегодняшняя тема в Я-классе, которую вы должны выполнить. Математика на понедельник. Пожалуйста, я ее сейчас отправила уже. Садитесь и выполняйте. Также учим алгоритм наделения и умножения со слайдов. Да, Асязима молодец. Сегодня я отправила презентацию. Решила отправить. А то детки говорили, фотографировать будем. Не нужны презентации. Но потом попросили, чтобы все-таки презентацию я вам отправляла. Пожалуйста, открывайте ее. Да, сейчас идите. И выполняйте все задания. Так, проверим домашнюю работу. На столах у нас выполненная наша домашняя работа и дневничок. Белал, поближе садись, мой хороший. Так, ну давайте. Вчера вот мне Майсал сказал, что он первое задание выполнил за 3 минуты. Орлан, надо работать, мой хороший. Айтина молодец, у нее уже 5. Так, проверяем. Помогай мне. Помогай. Помогай. Ева умничка, помогаем. Так. Так, Алибек молодец. Помогаем. Да, 3, 2, дальше. Помогаем, умнички. Дальше. Раяна молодец, умничка. Так, молодцы, ребятки. Умнички. Умнички, мой хороший. Султан молодец. Тима умничка. Бакыт молодец, мой хороший. Выполняем. Тима, не балуйся, мой хороший. Тима, не балуйся, мой хороший. Так, молодцы. Дальше. Так, помогаем. Здесь нам не только произведение неизвестно, да? Где-то первый множитель нам был неизвестен, а где-то второй множитель. Тут тоже самое, да? Надо будет выполнить задание здесь в разброс, да? Так, Оришка молодец. Молодец, моя хорошая. Так, Султан молодец. Ева умничка. Так, Тима, Султан. Молодцы, моя хорошая. Орлан, надо работать, мой хороший. Сегодня тогда открой и проработай. Так, вот мы с вами выполнили нашу домашнюю работу. Молодцы. Осизима молодец, Сулничка. Так, Осизима вообще молодец. Ещё давайте пишите. Так, Султан. Молодец, молодец, Осизима. Ева умничка. Вот умничка, Султан. Ну и последнюю давайте найдём. Последний множитель. Последний. Так, Султан ещё раз отвечает. Молодец, Ева. Руслан молодец. Умничка. Ева молодец. Спасибо, ребятки. Спасибо. У кого так же получилось, кто начертил, нарисовал эту таблицу и вписал компоненты. Множитель первый или второй множитель, либо произведение. Поставьте себе, ребятки, задание, оценку поставьте. Молодец, Ева. Умничка. Я тоже думаю, в таблице легче выполнить, чем каждый пример прописывать. Молодцы, молодцы. Умнички. Оцените себя в дневничках. Поставьте оценочку. Критерии помните, да? Кто лидирует, я вам вчера говорила. Третья А лидирует. В и В пока на одной ступеньке. Молодцы. Так, теперь давайте внимательно послушаем. Внимательно послушаем. Потому что при делении двузначного числа на однозначное, тем более вне табличного деления, нам непонятно это деление. Вот да. Только записываем вот эти строчки. Вот эту строчку. Вот эту строчку записываем. Смотрите, 38 двузначное число. Да, да, писать, писать. Запишите. Две клеточки вниз, прыгните и пишите. А два однозначное. Вот 38 у нас в таблице умножения такого числа нет. Султанчик, не балуйся. Такого нет. Поэтому представим вот это двузначное число в виде разрядных или удобных слагаемых. Да, вот эту строчку запишите, мне хорошие. Запишите. Запишите. Значит, смотрите. Да, Виктор, писать. Значит, мы раскладываем. Число 38 содержит два слагаемых. Мы вот так разложили. 20 плюс 18 деленное на 2. Вот мы с вами разложили на разрядные слагаемые. Да, молодец, Ева, умничка. И вот смотрите. Вот она. Вот эта запись. Вот она у нас. Да, вот эта запись. Дальше мы пишем равно. Равно пишем. Потом каждое из слагаемых делим на это число. Каждое. Каждое из слагаемых делим на это число. Да. Да, писать, Ева. Сначала мы 20 делим на 2. Вот мы указали. Потом пишем плюсик. Нам же надо сложить. И потом мы 18 делим на 2. Да, вот мы записали. У нас получилась вот такая запись. Записали вот эту одну строчку. Записали. Потом пишем равно. И вот она наша запись. Дальше отсюда продолжается. Отсюда она продолжается. И сложим полученные результаты. 20 как на 2 разделить мы знаем. 18 на 2 разделить мы знаем, потому что мы учили таблицу умножения. Да? На 2. Молодец, Одинайка. 10 плюс 9. Да? Равно 19. Молодцы, мои хорошие. Умнички. Вот такой пример мы с вами записали. Да, мои хорошие. Вот эту строчку мы полностью записали. Молодцы, мои хорошие. Молодцы. И получили 19. Да, Сьюша? Так, идем дальше. Амалия, молодец. Теперь смотрите. Запомни. Запомни. Вот мы с вами 69. Мы не делили на 3. Мы не делили, да, на 3. Тут опять мы раскладываем на удобные слагаемые. Да? На разрядные слагаемые. Число 69 содержит число 60 плюс 9. Да? Мы сначала 60 делим на 3, получаем 20. Нет, это просто смотрим, ребят. Это не записывайте. Просто запомните. Да. Так. Потом мы 9 делим на 3. Получаем 3. И полученные результаты складываем. И у нас получается 23. 69 разделить на 3 равно 23. Да? Молодец, умнички. Ага. Теперь мы 78 должны разделить на 2. 78 разделили на 2. Также раскладываем на удобные слагаемые. 60 и 18. 60 делим на 2. Получаем 30. И 18 делим на 2. Я отправила слайд, слайд, презентацию. 30 плюс 9. И получается 39. Нету, Мурбек, не пиши, мой хороший. Это надо запомнить. И следующее. Следующее. Вот 91 мы делим на 7. На 7. 70. Вот разложили на разрядные слагаемые или на удобные слагаемые. 70 плюс 21. Да? Мы сначала первое слагаемое делим, получаем 10. Потом мы делим второе слагаемое. И у нас получается сегодня домашнего задания. Сейчас посмотрим, мой хороший. Задание будет по Е-класс. Так. Ждем задание по Е-классу. То же самое аналогичное деление 39 на 3. Разложили. Каждый из слагаемых, каждое из слагаемых поделили. Полученные результаты записали, сложили и записываем ответ. Да. Вот это надо запомнить. Теперь две клетки вниз прыгнем и попробуем выполнить деление 36 на 2. Попробуй. У Мурбек работы, мой хороший. 36 делим на 2. Пробуем. Так. Вот она наша запись. Мы записываем первую строчку и записываем вторую строчку. Запишите, ребята. Записываем. Нам надо разделить эти числа, применяя компоненты, да? Называя их. Значит, делимое, делитель, частное. Да? Правильно? Разложили. 36. Это 30 и 6. Да. Вот это надо записать и вам. 30 и 6. Сначала мы 30 разделили на 2, потом мы 6 разделили на 2. Полученные результаты мы записали, сложили и получили ответ 18. Вот так, если мы открываем наш Питерсон и нам непонятно, нам надо будет обязательно все числа вот эти разложить на удобные или разрядные слагаемые, да? Вот. Смотрим. Это называется деление. Деление суммы на число. Деление суммы на число. Так, молодцы. Умнички. Настюш, молодец. Так, следующий пример. Следующий пример. Тоже можете записать. 48 разделить на 3. 48 мы делим на 3. Также мы раскладываем. Разложили на 30 и 18. Разделили. Каждое из слагаемых на число, да? И полученный результат вот сюда записали. И записали ответ. Тима, не балуйся. Угу. Так. Все мы хорошие. Работаем. Угу. Так. Записали. Молодцы. Спасибо, ребята. Так. Теперь давайте рассмотрим алгоритм деления в столбик. Алгоритм деления в столбик. Две клетки отступите и запишите. 91. Мы с вами записываем такое деление первый раз. Пишем 91. Потом рисуем вот такую палочку. Она похожа на букву Т. Вот это называется деление. 91. Когда мы делим столбик, мы вместо двух точек вот такой рисуем рисунок, да? Карандашиком вот так вот рисуем. Обозначаем как буковка Т. Делимое, делитель. А вот тут мы записываем частное, да? Так. Ищем первое неполное делимое. Неполное делимое. Да. Молодец. Умничка. Так, значит, смотрите. Возьмем, да? Посмотрим, сколько будет цифр в частном, да? Здесь, если однозначное, оно больше 7, значит, одно будет число, да? Умножаем 1 на 7. Получаем 7. Вот это у нас остаток, да? Он должен быть меньше делителя. Остаток 2. Сносим. Вот эту единичку мы сносим. Сносим ее. И делим. Проверяем, да? 21 делится на 7, да? Вот делится. Берем по 3. Да. Вот это нужно будет записать. Вот это нужно будет записать. Получаем 13. Читаем ответ, да? 91 разделить на 7. Получается 13. Вот этот алгоритм, мои хорошие, надо будет выучить. Ева, вот надо записать. Смотрите, теперь, когда мы будем столбик делить, мы будем вот так записывать. Столбик. Вот это самое удобное деление, да? В отдельных примерах, где нам будет даваться такое, да? Это деление уголком. Правильно Игорек говорит. Деление уголком. Да. Деление уголком. Вот это вот как будто уголок делимая, делитель, а вот тут записываем частно. И вот тут делим до тех пор, пока мы не получим ответ 0. Вот надо будет потренироваться, моя хорошая. Так. Дальше. Теперь, вот смотрите, я буду подробно объяснять, а вы слушайте. Здесь не надо записывать. Да, это деление уголком. В нашем примере 98 делимая, 7 делитель, 1, вот результат, да, который получится, это частное. Его и необходимо найти. Его и необходимо найти. Так, смотрим дальше. Делимая и делитель запишем рядом. Вот мы записали рядом. Записали рядом. Разделив их вертикальной линией с уголком. Вот это, видите, вертикальная линия, вот это уголок называется. И теперь необходимо узнать, определить, сколько семерок поместится в девятке, да. В девятке одна семерка, да. Запишем ее и подчеркнем. Подчеркнем линии, а вот тут обязательно вправо в углу запишем единичку. Так. Дальше. Под девяткой запишем семерку. Подчеркнули, вот мы линии, отнимем, найдем разницу. Если в двойке не помещается семерка, то нужно снести следующее число, да. Так. Смотрим. Снесем к двойке верхнюю восьмерку. Вот мы снесли. И цифре 28. Сколько семерок у нас? Сколько в семерок? Мы уже это записали. Вот это определение вам нужно будет просмотреть три раза. Майчика, пиши, мой хороший. Получается 14, да. Так. И смотрим. От 20 отнимаем цифру 28, получаем 0. Если в итоге деление получается 0, то значит вот здесь мы решили правильно. Правильность еще можно проверить. 14 умножить на 7. 10 умножаем на 7, получается 70. И 4х7 28, то есть 98. Мы выполнили правильно. Так, вот теперь смотрите. Когда мы записываем наши примеры в столбик, то мы с вами вот такие вот чертим палочки. Да, вот это вертикальная линия. И вот здесь мы прочерчиваем вот такую линию уголком. Вот это и называется деление уголком. Вот здесь мы выделяем первое неполное делимое. Здесь не включает никто микрофон. Здесь мы подчеркиваем, сносим число и здесь записываем конечный результат. Канулечка, я отдала презентацию группу. Пожалуйста, там просмотришь. Не переживай. Так. Вот здесь смотрим. Здесь мы ничего не пишем. Первый пример мы с вами записали. Да, Раян, посмотришь, почитаешь. Если не поймешь, значит понедельник еще будем разбирать. 64 делим на 4, получаем 16. Здесь мы снесли вот это первое неполное делимое. Да, здесь снесли четверку. Следующий пример смотрим. 75 делим на 5. То же самое. Оришка, моя хорошая, надо будет читать определение и попробовать. Ева, ты тоже не поняла? Вот мы смотрим, сколько пятерок содержится в семерке. Вот отделили первое неполное делимое. 1 умножили на 5. Получили 5. 7 минус 5. У нас получилось 2. Да? Это остаток. Значит, 2 на 5 не делится, поэтому мы сносим пятерку. И смотрим. 25. Сколько пятерок содержится в 25? Нет, ребят, это слушаем. 5 пятерок, потому что мы знаем таблицу умножения. 5 умножаем на 5, у нас получается 25. Вот так мы делим. И здесь у нас уже 0 остается. Молодец. Следующий пример смотрим. 82 мы делим на 2. Тоже. Вот смотрите. Здесь 8, значит, в восьмерке содержится 4 двойки. Да? Мы 4 на 2 умножили, получили 8. Здесь двоечку смесли, взяли по одному и вычли 2. Получили 0. Здесь мы не пишем. Здесь мы не пишем. Здесь мы только смотрим. Ребятки, это мы с вами будем еще изучать. Я сейчас только это даю для того, чтобы вы посмотрели. У нас пока таких заданий нет. Пока нет таких заданий. Вот. Но они будут скоро. Настюш, ничего не пишем. Мы только первые два задания записали. Мы это смотрим зрительно. Сейчас у нас пока таких заданий не будет. Так. Теперь рассмотрим умножение. Умножение. Смотрите, когда мы умножаем, мы вот такой крестик пишем и подчеркиваем. Да? Нет, это не писать. Вот это определение надо будет выучить. Вот. Определение умножения. Нет, мы не пишем. Мы слушаем. Определение умножения надо будет тоже выучить за выходные. И постараться потренироваться. Вот. Смотрите. 24 умножаем на 2. Значит, сначала мы умножаем единицы с единицами. Да? Единицы под единицами записали. 2 умножили на 4. Полученный результат записали в разряде единиц. Теперь мы 2 умножили на 2. Получили 4. У нас получилось 4 десятка и 8 единиц. Читаем ответ. 48. Нет. Это не пишем. Значит, смотрите. Вот, ребятки. Вот так вот мы умножаем. Нужно для того, чтобы умножить каждое вот это вот число, надо перемножить сначала с единицами, потом с десятками. Нет. Не писать. Так. Без минутки. Встали около своих стульчиков. Будем повторять, конечно. Обязательно повторим. Класс наш прыгает опять. Раз, два, три, четыре, пять. Попрыгали около своих стульчиков. Так. А потом у нас прогулка. Каждый шаг чеканим гулка. Идем на месте. Шагаем. Сходи, Ева, попей. Шагаем на месте. Мы учиться все готовы. За столы сядем снова. Сели за столы. Спинки ровно. Ножка к ножке. Глазки смотрим на экран. И слушаем внимательно. Так. Вот сейчас мы с вами рассмотрим умножение. Да? В случае умножения. Когда у нас еще остается какое-то число, которое нужно будет запоминать. Да? Давайте. Вот это давайте запишем. Две клеточки вниз прыгните. Да, Виктор? Давайте запишем, мой хороший. Давайте запишем. Да. Все, мы отдохнули. Все, сели и работаем. Значит, мы умножаем двузначное число на однозначное. Молодец, Настюш. Да. Умножаем. Тридцать шесть мы умножаем. Так. Давайте. Тридцать шесть мы должны с вами умножить на два. Да? Сначала мы два умножаем на шесть. Дважды шесть сколько будет? Дважды шесть. Двенадцать бакет. Молодец. Два записываем в разряде единиц. А один десяток мы запоминаем. Один десяток мы запоминаем. Молодец, засидим. Один десяток мы с вами запоминаем. Потом мы умножаем два на три. Дважды три у нас шесть. Да, один десяток. Значит, будет семь десятков. Читаем ответ. Молодец. Спасибо, Настюш. Семьдесят два получается. Молодцы. Записали. Посмотрите. Обратите внимание. Вот это вот крестик. Похож на х. Только его сильно большим не надо писать. Такой небольшой. Как плюсик, только небольшой. Да? Обязательно подводим вот эту черту. Потому что это проверка. Как знак равенства. Да? Нет. Точку вот здесь не надо. Мы единичку. Когда нам надо запомнить, мы пишем единичку. А когда нам надо вычесть, мы ставим точку, мои хорошие. Белал, не балуйся. Так. Следующий пример рассматриваем. Записали. Теперь семьдесят два. Восемнадцать умножаем на четыре. Так. Помогаем мне сначала. Что умножаем? Четыре на один или четыре на восемь? Да? Писать. Писать. Да, да, Настюш. Надо обязательно. Правильно. Ответ семьдесят два. Ева. Как мы его получили? Сначала мы должны единицы. Правильно. Четыре умножить на восемь. Умничка, София. Мы умножили. Значит, два. Две единички мы записали в разряде единиц. Правильно. А три десятка мы... КОНЕЦе. Продолжение следует... Продолжение следует...